Илана Михаэли Ёлка Хаид Между нами говоря Добрый день, утро и вечер, дорогие друзья! Мы снова с вами на подкасте Между нами говоря на лучшем радио. Меня зовут Илана Михаэли. Со мной моя подруга, актриса Ёлка Хаид. Здравствуй, Ёлочка! Привет! Ну и о чем сегодня? Не возвращайтесь к былым возлюбленным. Былых возлюбленных на свете нет, сказал мой любимый поэт Андрей Вознесенский. Вот давай об этом и поговорим. Есть они или их нет? И возвращаться в эту же воду или уже не стоит? То есть тоже реку дважды ты имеешь в виду? Да. Сложный вопрос на самом деле. Ну, если судить по окружающему миру и там по всяким случаям знакомых и незнакомых нам людей, о которых я только читала где-то, то вообще ничем хорошим это обычно не заканчивается. Хотя шанс всегда есть. Шанс всегда есть. Шанс есть. Вопрос, зачем он нужен? Ты знаешь, как разбитую вазу склеить можно, но в цене она упадет. Вот смысл? Ну, смотри. Ну, ты же все делаешь? Или с каким-то... Ну, для чего-то? Вот для чего это нужно возвращаться? Для чего? Во-первых, для интересу. Вот смотри. Ты жила-жила с человеком. Потом вы как-то, может, по молодости, по глупости решили разойтись. Ну, были вы женаты или нет, это, собственно говоря, не имеет сейчас никакого значения. Прошло время. Его встретились в каких-то обстоятельствах. Вот ключевое слово. Прошло время. Вот представь себе, ты такая себе девушка, колокольчик, живешь-живешь, там с кем-то встречаешься. Потом вы расстаетесь по какой-то причине. Проходят годы. Да. И вот ты с ним, опять, значит, ты проделываешь какие-то телодвижения, вы находитесь, ты с ним встречаешься, и приходит к тебе мужик с пузом, лысый, без зубов. Это необязательная программа. Спасибо, Господь. Ну, все равно. Зачем лысый, без зубов? Ну, все равно с волосами, без пуза и зубами. Скажи еще с пивным животом. Нет, только секундочку. Ну, он уже, ну, ты понимаешь, он у тебя же в голове вот тот вот чудесный мальчик. Зачем тебе портить? А больше, я тебе скажу, ты же у него в голове тоже вот эта вот девушка, а уже ж не шашнадцать. Конечно, не шашнадцать. И как бы ты хорошо не выглядела, уже тоже будет некий шок. Зачем портить себе впечатление о каких-то там сладких отношениях? Зачем портить этому несчастному человеку это все? Зачем? Нет, это не значит вовсе портить. Прошлое надо оставлять в прошлом. Не надо его стащить. А я считаю, что наше прошлое всегда живет с нами. Пусть в наших мыслях, пусть в воспоминаниях. Потом еще, мне кажется, что с годами, ну, вот, разные воспоминания о романтических отношениях, они приобретают более какой-то благоприятный характер. Первое, человеческая память так устроена, что все плохое, она вычеркивает, оставляет все хорошее. Ну и пусть оно там и останется в твоей памяти, в голове и в воспоминаниях. То есть ты решительно против. Это ты знаешь, что мне напоминает? Это вот ты берешь труп и начинаешь ему делать искусственное дыхание. И вот ты делаешь ему это искусственное дыхание, ты его там дуешь, дуешь, дуешь. А он уже труп. И кроме как трупными газами, ты больше ничем себя не подпитаешь. Боже, какие страшные сравнения. Какие страшные мне плохо. Да, но это так и есть. Секундочку. А если ты, например, хочешь убедиться в том, что либо ты была права, что ты эти отношения прервала, либо наоборот, что может быть ты что-то потеряла и в любом случае тебе любопытно и ты хочешь попробовать. Почему нет? Это же уже все равно другая вода. Ну и что? Уже ты другая, он другой. Это уже вообще все другое. Да, но тут есть другой момент с моей точки зрения. Это человек, которого, например, ты когда-то хорошо знала. Ну, если у вас были относительно длительные отношения. Теперь. Прошло время, ты там условно, какие-то у тебя были другие отношения, они тоже сложились, не сложились. Это уже не важно. И ты встречаешь человека, с которым когда-то, как тебе кажется, было хорошо, а иногда и плохо, но что-то там не удержалось. И тебе вдруг любопытно, безумно проверить, а как это было? И вот этот интерес или это любопытство, оно зачастую руководит людьми в таких отношениях. в голове восстановить. А когда ты с ним встречаешься, это уже никак было, это уже другая данность. Значит, это другая вода, но с тем человеком, которого ты уже знаешь, которого ты уже изучила, как свои пять пальцев. потому что за годы он изменился. Ну, тогда это интересно. А когда ты должна, условно говоря, у себя в голове все стереть и как бы знакомиться с ним заново. Вот тогда она верна. Он тоже должен у себя в голове все стереть. Ну, а зачем? Я была у меня приятница одна, она живет за границей. Вот у нее была долгоиграющая история с ее мужем. Они то сходились, то расходились там на несколько лет, потом опять пытались сходиться, потом опять расходиться. Иногда это было хорошо, иногда это было плохо, но их очень тянуло друг к другу. В итоге, конечно, они все равно не остались вместе, но факт тот, что никакой трагедии не произошло. То есть... Так никто не говорит, я не говорю про трагедию, я говорю про бессмысленность этого дела. А мы же не во всем ищем смысла. Мы иногда ищем просто то, что называется good time, то есть хорошее времяпрепровождение. Делай себе good time с каким-то новым знакомым. Зачем вот этих покойников воскрешать? Ну, предположим, у тебя с этим человеком был успешный секс, вот тебе с ним нравилось это очень, да? А потом были другие, с которыми это было хуже. Почему бы и нет, почему не доставить себе удовольствие? В чем дело? Ну, не знаю, но мне кажется, когда что-то новое, это интереснее, чем был там, господи. Ну, мало ли что, от того, что это новое, это вообще ничего не значит. Это не значит, что это будет лучше, чем старое, между прочим. Ну, не знаю, но кроме секса, новому надо все про себя объяснять, новому надо учить. закажи тебе там, не знаю, по вызову. По какому вызову? Зачем вот этих вот тащить, каких-то там бывших и давних, и зачем? Не знаю, не знаю. Я вот лично я, я считаю, что эта тема, она как бы очень неоднозначная. Она абсолютно неоднозначная еще и потому, что мы, собственно говоря, сами зачастую не можем разобраться в своей душе или в своих различных помыслах. И вот иногда нас это ведет вот условно к таким каким-то моментам. Я тебе скажу больше. Есть женщины, которые вот они разводятся, например, да, или расходятся со своими партнерами. Они полностью прерывают с ними все контакты. Я такая. Ну вот, а я нет. Я тебе скажу, я не потому, что там... Я не говорю, что дальше это какие-то любовные отношения, но дружеские. Я тебе скажу, почему я такая. Потому что не потому, что там плохие отношения, просто как бы когда меня что-то перестает интересовать кто-то, я просто это забываю. Я просто не помню. И все. У меня есть две подружки, одна в Киеве, одна в Торонто, которые все вместо меня помнят и периодически мне там рассказывают какие-то истории из моей жизни, которые я напрочь не помню. И я даже им не верю, что это правда. В смысле, какие-то истории из твоей личной жизни? Да, да. И что они говорят? Ну, они мне рассказывают какие-то мои там приключения. Я их не помню. Ты их не помнишь, потому что ты их вычеркнула, как бы твоя память этих вычеркнула. Не специально. Почему? Потому что это болезненно для тебя? Нет. Просто мне это уже не нужно. Мне это уже не интересно. Я не хочу себя забивать. А вот ты знаешь, ты сейчас говоришь, а я подумала, а вот почему, почему действительно вот я со всеми своими бывшими практически осталась в добрых, дружеских отношениях, включая поздравления к Дням Рождения, там на все праздники и так далее, и так далее. Почему? И я поняла, потому что не меня бросали, а я уходила. Может быть, что поэтому у меня не было никакой травмы на этой почве. И поэтому ну, очень многие женщины, когда, например, расставляет муж, это наносит им глубокую травму, и эта обида, которую они несут очень долгие годы, мешает им жить дальше. зачем возвращаться в эту травму? Тем более, зачем? Нет, я не сказала. Видимо... А я говорю о бессмысленности. Ну, почему? Я с человеком прожила их след. Мы сегодня с ним дружим. Мне интересно с ним периодически Как у нас говорят в Израиле, а я то в, то в шая. Было хорошо, и хорошо, что было. Ну, и все, и пошли дальше. Нет, так это же не значит, что надо опять там условно выходить замуж, заключать какие-то союзы. Нет, ты можешь просто общаться, потому что... Это всегда разочарование. Это все равно близкий человек. Ну, допустим, я встречалась с мальчиком, ему 17, там мне 17, проходят годы. Ну, зачем? Ну, я его увижу, я же расстроюсь, потому что у меня-то он в голове 17, а ему-то уже хо-хо, да и я уже тоже. Не знаю, у меня как бы все это по-другому, наверное, в голове. Это ты встречаешься с одноклассниками, знаешь? Ты же как бы себя... То есть ты себя видишь каждый день, ты не замечаешь в себе этих перемен. Ну, то есть ты понимаешь, что ты изменился, но вот ты встречаешься с одноклассниками, и ты думаешь, господи, это если вот они такие, это же я такая. Не знаю, мне-то в голову не приходило. Вот это травма. Не знаю. Я, правда, редко вижу своих одноклассников, они вообще все не здесь. Потому что в голове все такие, как были, ты видишь, и ты понимаешь, что... Ой, нет. И тогда ты понимаешь, что и ты тоже ой-ой-ой. Нет. Уже не так. Не знаю, Ёлка, я гораздо более положительно на все на это смотрю. Ведь если ты... То, что ты говоришь, ой-ой-ой, я уже не такая, как я была в 17 лет, это понятно, и они не такие, как они были в 17 лет. Но кроме внешнего вида, есть еще какие-то внутренние моменты, мне кажется. А какие, лапочка моя? Какое-то общение, какие-то общие воспоминания, какие-то шутки, какие-то анекдоты. Вспомним нашу классную руководительницу, которую мы все терпеть не могли. Ну, и что это за воспоминания? У всех прожила жизнь по-своему. Нет, это ты сейчас говоришь про одноклассников. Это что-то другое. Не важно. Мы же начали с каких-то межличностных отношений. С бывшим возлюбленным. Ну что, вот вы час посидели. Вот возлюбленным я люблю, когда ты начинаешь это называть такими именами красивыми. Возлюбленным. Ну хорошо, называй как хочешь. Моя покойная бабушка всех мальчиков, которые там за мной бегали, называла кавалерами. Вот кавалер. Звонил опять твой кавалер. И что? Ну, час вы с ним посидите, повспоминаете, как было. Еще час вы повспоминаете общих знакомых. При хорошем раскладе еще час вы проведете в кровати. Ну и дальше. Сочи. Ничего. Жизнь продолжается. Жизнь продолжается. Так продолжай ее с новыми знакомыми. Зачем тащить эти трупы из прошлой жизни? Ну не всегда тебе хочется новых знакомых в лице противоположного пола. Потому что... А старых хочется. Да нет, я не знаю. Старых не всегда-то хочется. То есть вообще жизнь, она ведь настолько многообразна. Ну если выбирать. Ну мне кажется, лучше выбирать что-то новое. Ну да как хочется поехать в какую-то страну, которую ты еще не видел, чем в какую-то там я не знаю. Ну а если ты... На котором ты был тысячу раз. Хорошо, если ты объездила полмира. Тебе ничего не интересно. Хорошая параллель. То что... Все равно закуток найдется. Считаешь ты, да? Вот я, например, кстати, о всем мире. У меня есть давнишняя мечта. Я ужасно хочу съездить в Исландию. Ой, я тоже. Вот, кстати, возьмем отпуск. Поехали. На северной стране. Ну мы не можем оставить нашу программу. Только если мы будем сидя возле гейзеров, о которых я мечтаю. Вот я тебе скажу, вот, например, я... Хочешь, я тебе расскажу про свою первую любовь? Ну расскажи, с которой ты больше не хотела бы никогда встретиться. Вот не знаю. Думаю, что нет. Ну, моя первая любовь у меня случилась в детском садике, в подготовительной группе. У нас был мальчик, я даже помню, как его звали. Его звали Юра Ищенко. И в него были влюблены все девочки. Из-за этого мальчики его дразнили бабником. А я была ребенком умным таким и, в общем, таким находчивым. Я, значит, я умела читать, писать. Я знала наизусть письмо Татьяны Конегину. Я ему написала письмо Татьяны Конегину и нарисовала рисуночек. Такие идут девочка с мальчиком, несут портфель. Это перед школой было. Держатся за ручки и написала, я бы хотела, чтобы было так. То есть ты была активная девочка? Да. Ты была очень активная. И вот спроси меня, хотела бы я сегодня этого Юра Ищенко встретить? Не уверена. Нет, ну это абсолютно другое. Это какие-то детские совсем воспоминания или какие-то чувства. Я же говорю о более взрослых ощущениях. Нет у меня взрослых. Я была маленькая, потом я родила свою чудесную дочку, а потом я вышла замуж за моего прекрасного третьего мужа. О, о нем мы сегодня не говорили. Вот, кстати. А его-то мы сегодня и позабыли. Нет. Я сразу... Не знаю. Понимаешь, мы с тобой две женщины, и мы каждая говорит со своей точки зрения. Может быть, если бы здесь был еще представитель лучшей или сильной половины человечества, может быть, он бы сказал как-то иначе. Вот если феминистки тебя закидают тапками. Ну, тапками. Ладно, во-первых, мне не впервой. Во-вторых, ну что я скажу? Слабую половину тоже неправильно. Зачем всех обижать? В общем, вторую половину человечества. Другого гендера. Хотя... Другого... А, правильно. Сегодня говорят другого гендера. Совершенно верно. Вот, может быть, он бы сказал бы что-нибудь вообще другое. Я не знаю вообще, что мужчины думают на эту тему, на тему своих бывших. Но у меня есть подозрение. Я думаю, что им интересно. У меня есть подозрение, что им очень интересно иногда повстречаться со своими бывшими, даже иногда, может быть, переспать с ними. Потому что сравнить. Как было, как есть. Сравнить со своей нынешней там супругой или сожительницей. Ну, я не знаю, но вот так люди устроены. Вот так люди устроены. Так мне кажется. Ну, может быть... Слушай, это ж сколько людей, столько мнений. Ну, да. И я полагаю, что... Всё, что связано с прошлым, если это какие-то не очень отрицательные воспоминания, их не надо выкидывать на помойку. Так никто не говорит, что их надо выкинуть на помойку. И не надо бояться того, что мы изменились. Просто не надо их возрождать. Я думаю. Потому что ты не возродишь. Ты не возродишь. Я же не предлагаю тебе возрождать их с целью брака. Нет, не с целью брака. А с целью удовлетворения какого-то любопытства или какого-то эго. Или какого-то вот такого вот... Я ему по-прежнему ещё очень нравлюсь там, например. Или там интересно посмотреть, как, что, чего и вообще. То есть я не знаю. Любопытство – это же тоже один из двигателей человечества. Ну, наверное. И я бы думала, что это имеет место быть в нашей жизни. А так, если вспомнить... Ну, да, первая любовь. Первая любовь. Конечно, мне было бы интересно. Ну, мне было уже там 16-17 лет. Ну, послушай, ну вот зачем? Вот у тебя в голове этот красивый мальчик. Там сколько ему было? 17? 18, да. 18, кудрявый, весёлый, резвый, да? И вот сейчас ты его встретишь. Он 100% уже не такой весёлый, резвый и кудрявый. Ну, зачем? Ты испортишь себе вот это вот прекрасное воспоминание. Вот, вот я поняла, что в чём тут дело. У меня нет вот этого возвышенного отношения к прекрасным воспоминаниям, как у тебя. А плохие воспоминания, так тем более не надо возрождать. У меня, как бы, вся жизнь состоит из какой-то, как мозаика. И вот эта мозаика, она ведь, ничего с ней не делается. Она сложилась, да, из каких-то отношений. Вот ты вытаскиваешь один кусочек мозаики, через какое-то время посмотрела, ладно, кладёшь назад. Вытаскиваешь другой кусочек мозаики, тоже посмотрела, поигралась, положила назад. Ну, правильно, посмотрела, ну и всё. Ну, ту мозаику, ту. Не надо эту мозаику драйвить, чистить, мыть под краном и опять... Слушай, судя по тому, как ты переживаешь на этот счёт, ты, наверное, думаешь, что я собралась опять замуж за какого-нибудь своего бывшего мужа. Я тебе обещаю, что нет. Я тебе честно-честно говорю, что нет. Но даже заходя сегодня в эту студию, ты видела, что я в последний момент, перед тем, как выключить телефон, что-то там пишу. Я переписываюсь до сих пор. И с тех пор прошло, я не стыжусь этого возраста или этого срока, 50 лет. С того времени, послушай, я с человеком до сих пор состою в переписке. Он живёт в разных странах. Я поменяла место жительства. Причём мы оба были женаты и замужем я лично неоднократно. У нас есть дети от разных браков. Но раз в какое-то время мы каким-то образом опять находимся, вступаем в какую-то переписку, раньше мы ещё и встречались. И это было очень трогательно. Иланочка, так я же, ты пойми, я же не против каких-то... Я имею в виду не возобновлять романтические отношения. Вот это не имеет смысла. Хорошо, Ёлка, я тебе... А переписываться, общаться, да на здоровье. Хорошо, я тебе обещаю. Если тебе с этим интересно переписываться, пожалуйста. Это какой-то сентимент, понимаешь? У меня это сентимент. Вот у меня сентимент вспомнить там... Я тебе больше скажу. У тебя этот сентимент, потому что ты с ним живёшь в разных странах и переписываешься. А вот если бы вы с ним встретились и там, не знаю, провели какое-то время, я уверена, что этот бы сентимент исчез и было бы жалко. Может быть, но поскольку я не планирую вот таких решительных шагов, то почему нет? И, кстати, я вот читала на эту тему исследования... Сегодня я про исследования некого психолога, который сказал, что да, бывают успешные случаи, когда люди, что называется, дважды входят в одну и ту же реку и встречаются уже через 3-5 лет повзрослевшими, поумневшими, понявшими, что они потеряли в лице друг друга, и у них складываются очень нормальные отношения. То есть всё необязательно, чтобы всё это похоронить и сказать «всё, разбили вазу, она не склеивается». Это не совсем так. Нет, ну, во-первых, это исключения, которые подтверждают правила, я думаю. Возможно, а возможно и нет. Я не могу себе сказать. И, конечно же, всё индивидуально, конечно. Ну, я просто свою точку зрения высказала. Так у нас с тобой вся передача про точки зрения. Я ж не претендую. Ну, моё мнение, что вот этих покойников возрождать смысла нет. Блин, ну сколько же это можно про покойников? Я просто, мне страшно становится. Не надо покойников. Ну, отношения умерли. Умершие отношения. Я не знаю. Я не смотрю на это так вот прямо решительно, что они умершие. А может, они ещё где-то теплятся? Потому что иначе не было бы вот этих переписок. Зачем себе это таскать? Вот это вот тепление. Интересно. Вот зачем это тихо? Я могу тебе более того сказать. Я со своей первой любовью переписывалась, а иногда и встречалась, даже как бы будучи в браке. Потому что мне это было нужно. Для чего мне это было нужно, я не могу тебе сказать. Может быть, действительно, как ты говоришь из-за этого вот сентимента. Но это факт. Ничего плохого не произошло. Брак порушился не по этой причине, не из-за этого человека. Но факт тот, что я параллельно. Может быть, я такой тип. Может быть, я такой тип, что мне нужно параллельно ещё поддерживать отношения с теми людьми, у которых есть у меня какой-то сентимент или симпатия. Я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, что в очень многих семьях такие, если вторая половина знает о таких поползновениях, это вечно приводит, конечно, к скандалам и разборкам. Потому что ни один муж и ни одна жена этого не полюбят. Это понятно. Хотя я тебе могу сказать с моей точки зрения, с моей стороны, что ничего плохого там не было. Это было чисто вот... Но мне было очень важно это сохранить. Это вообще безумие и глупость. Ты знаешь, сколько браков рушатся на этой почве? Ревность к прошлому, ревность к бывшим, вечные скандалы вокруг меня, я это вижу. Ну, как можно к бывшим? Они же уже бывшие, чего ревновать? Уже всё, бывшие. Ну, я не знаю, многие мужья и жёны считают, что в тот момент, когда они встречаются, почему-то всё закончится в постели. Вечные скандалы. Я это знаю, слыхала, видела, чувствовала, переживала. И столько рассказов я об этом слыхала уже от окружающих, поскольку разводов вокруг гораздо больше, по-моему, чем счастливых браков. Ты понимаешь, вот ты мне всё время объясняешь, что вот сантимент надо поддерживать отношения, вот переписываться. Я же не против. Я против возобновления тех романтических, любовных отношений, которые закончились энное количество лет назад. Потому что если через 20 лет, через 30 лет, через 10 лет, ты их возобновляешь, это всегда разочарование. Ну, в 99,9%. Ну, может быть, есть люди, которым нравится разочаровываться. Ведь разочарование – это тоже некое ощущение, которое тебя обогащает. Радоваться радостям, любить эти новые любови, грустить и там страдать с новыми любовями. Зачем тащить из какого-то там прошлого цвета? Зачем грустить, зачем страдать? Если нету радости и любви, вообще зачем это надо? Во-первых, любовь же многогранна. Во-вторых, есть люди, которые без этого не могут. Такое высокое слово. Я прям не знаю. Это отдельная тема. Не знаю, да, ёлка. Я вот насчет этого. Я говорю про то, что лучше же что-то новое. Но всегда лучше новое. Ну, зачем тебе старое? Новое – это хорошо забытое старое. Ты знаешь это? Внизу прочего. Вот зря это сказали, да? Что-то не знаю. Зря? Нет, не зря. Не зря. В общем, я так поняла, что кто там был против? Заяц против. А, Баба-Яга была против. В общем, так. Баба-Яга против. И всё. А не вот это вот тащить за собой. Это не тащить, это обогащать свою жизнь и её веселить. Вот, я знаю, меня это веселит. Всё, я поняла. Вот меня это веселит. И в связи с этим я только могу сказать тем мужчинам и женщинам, которые переживают за то, что их партнёры поддержат какие-то связи с бывшими, это никому не наносит никакого урона. Нет в этом ничего плохого. Нет, это просто люди не хотят потерять какой-то кусочек своей жизни, который им зачем-то нужен. Вот им нужно, чтобы это продолжалось. Параллельно ещё с другими отношениями. А ничего плохого в этом нет, потому что это не есть измена. Нет, так я же не говорю, что это плохо. Я говорю, что это бессмысленно. Это разные вещи. А мы всё в жизни делаем со смыслом? Да. Ты? Ну, с тем или иным. Но смысл есть всегда. Нет. Какой смысл есть? Ну, конечно, всегда есть. Он не обязательно какой-то там, ну, прагматичный или он там разумный. Он может быть идиотский, глупый, бессмысленный. Но само слово смысл, само слово смысл подразумевает какую-то рационализацию, нет? Не обязательно. Я же тебе говорю, он даже может быть бессмысленным. Ну, это как бы для чего? Вот ты всё делаешь для чего-то. Ну, условно говоря, ты кушаешь для того, чтобы насыщиться, да? Ты пьёшь воду для того, чтобы... Ну, хорошо, это тоже смысл. Ещё какой? Потому что я не ем то, что мне невкусно. Хорошо. Получите удовольствие. Это же самый главный смысл. Ну, один из... А как там насчёт расширить кругозор? Ну, хорошо, но... Как ты расширишь кругозор, воскресив там какого-то своего возлюбленного сорокалетней давности? Так они у меня никто не умирали, я не знаю. Ну, ладно, ну, не придирайся к словам. Я имею в виду воскресив отношения. Для чего? Вот что? Не все живы, но неважно. Да, уже мы, уже Илана, уже многих похоронили. В прямом смысле этого слова. Прости, господи, нет. Земля пухом хорошим людям. Это как-то так. Нехорошо смеяться, но... Жизнь ведь предполагает разные моменты. Да, конечно. Главное всех помнить, если это возможно, по-доброму. Ну, я за это. Ну, в общем, я поняла, что ты против. Ну, я не то, что против. Я вообще никогда ничему не бываю против. Я за все. Я за то, чтобы у человека был выбор, за то, чтобы он поступал так, как он хочет. То есть ты сейчас... Просто я считаю, что в этом нет смысла. Это абсолютно мне напоминает, когда я в свое время занималась политическим пиаром, политической рекламой активно, вошла в моду вот эта теория, что когда ты выступаешь, делаешь кампейн против кого-то, не надо говорить, он плохой, он такой, он растакой. Надо говорить, я хороший. Что люди это лучше воспринимают. Никто этим не пользуется. Нет, те, кто пользовались, всегда проигрывали выборы. Это, кстати, да. То есть это очень красиво и интеллектуально, и very nice, но на самом деле... И даже политик ли коррект. Но победа это не приносит. Это правда. Я за то, чтобы тот, кто хочет воскрешать, пусть воскрешает, но пусть будет готов к разочарованию. Вот и все. Хорошо. А они будут. А тот, кто не хочет, пусть радуется тому, что есть, не боится общаться со своим прошлым. Бояться не надо вообще ничего. И хранит хорошие, веселые, добрые воспоминания, если таковые были. А если можно их где-то еще иногда оживлять, ну, почему бы и нет. В общем, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители, с вами был подкаст «Между нами говоря». Ёлочка, попрощайся. До свидания, наши дорогие. Любите друг друга здесь и сейчас. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦ НЕМЕЦ 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 НЕМ